Что это с памятью моей стало? По данным статистики, 2022 года почти 50% населения страны испытывают проблемы с памятью после перенесенного ковида, и далеко не все это люди пожилые. Да и деменция сейчас может настигнуть не в самом преклонном возрасте. Для помощи людям, страдающим расстройством памяти, в Барнауле планируют открыть клинику памяти на базе психиатрической больницы имени Эрдмана. Желающих набирают уже сейчас. Об этом мы поговорим сегодня с заведующей отделением больницы, врачом-психиатром и психотерапевтом Еленой Старенковой. Елена, здравствуйте, рада вас видеть. Ну, первый такой вопрос. Есть ли какая-то статистика по поводу расстройства памяти, людей с расстройством памяти в Алтайском крае? И вообще, часто ли люди с таким вопросом к вам обращаются, с тем, что вот у них расстройство памяти произошло? Ну, таких конкретных цифр статистики я привести не могу, но, тем не менее, по наблюдениям, то есть очень большое количество людей страдает нарушениями памяти, и не всегда это люди какого-то преклонного возраста. Чаще начали страдать расстройствами памяти и молодые люди, люди среднего возраста. То есть это достаточно такая распространенная проблема. Ну, молодые люди, люди среднего возраста, это какой возраст? То есть где-то 40 плюс или даже раньше может появиться расстройство памяти. И в связи с чем это происходит? Может быть, какими-то болезнями вызвано или чем-то еще? Ну, органические заболевания и, в принципе, все, что связано с когнитивными нарушениями, это мультифакторные проблемы. Это что такое? Множество факторов может влиять на развитие вот этих заболеваний. То есть это и вредные привычки, и хронические заболевания, частота их обострения, прием лекарственных препаратов. Множество различных факторов участвует в формировании вот этих нарушений. И, естественно, что с этим могут столкнуться люди не только там 50 плюс или 40 плюс. Здесь нет конкретного какого-то возраста. Ну, это могут быть люди достаточно молодого возраста 20 плюс, скажем так. То есть, как правило, если люди более молодого возраста сталкиваются с когнитивными нарушениями, с расстройствами памяти, то чаще всего это все-таки какие-то транзиторные, приходящие, уходящие состояния вследствие каких-то стрессовых ситуаций, переутомления. Но если нарушения памяти носят уже хронический характер, то речь идет о немного более старших людях. Но вот, как вы сказали, если мы говорим о ковиде, то, конечно, и 20 плюс люди сталкиваются уже с амнистическими нарушениями вследствие перенесенного вот этого ковида. Вообще люди к вам с расстройством памяти обращаются или как-то, может быть, они стесняются этого вопроса и пытаются решить проблему, скажем, дома, да, каким-то образом? Редко, когда люди обращаются с нарушениями памяти. Как правило, это уже запущенные случаи, когда к нарушениям памяти присоединяются еще какие-то симптомы. А что может присоединиться к нарушению памяти еще? Нарушения сна, аппетита, какие-то аффективные нарушения, нарушения настроения. То есть, это и депрессивные, и тревожные состояния могут быть. Это может быть расторможенность. А может быть, на состояние человека обратит внимание уже не он сам, а его родственники. И родственники приведут человека на прием к врачу тогда, когда это уже будут, ну, либо трудно обратимые, либо вовсе необратимые изменения. То есть, поэтому, наверное, надо, как только заметил в себе какие-то признаки нарушения памяти, сразу бежать к вам или как? Ну, может быть, не сразу бежать к нам, но здесь нужно, конечно, здраво подходить к этому вопросу. Но если вдруг человек начал замечать за собой какие-то такие тревожные звоночки, да, что он не может что-то вспомнить, он забывает что-то постоянно, он постоянно нуждается в каких-то подсказках, помощи. Ну, конечно, это нуждается, как минимум, в контроле, потому что деменции все-таки у нас молодеют, да, с годами, и выявляются чаще, и в более молодом возрасте. Хотя, казалось бы, мне вот всегда казалось, что деменция – это вообще исключительно, там, я не знаю, 75-80+. Ну, в зависимости от происхождения этой деменции возраст может быть разный. То есть, если это перенесено какое-то соматическое тяжелое состояние, вот вследствие сепсиса, например, бывают повреждения головного мозга, то, конечно, это может быть любой возраст, независимо от возрастной категории, да. Ну да, клиника памяти. Такое громкое название. Для чего она создается? И вообще, есть ли такие клиники памяти где-то в российских городах, ну, или, может быть, за рубежом? Откуда, вот, почему решили вдруг такую создать? Эта идея пришла к нам от московских коллег, и у них уже есть опыт работы с клиникой памяти, вообще с таким направлением, как коррекция амнистических нарушений на более ранних этапах, да, до того, как мы столкнулись уже с деменцией непосредственно. Когда это легкие и средние нарушения, которые можно скорректировать, реабилитировать и так далее. И у них, насколько я знаю, эта клиника уже функционирует в течение года, что-то около того. А то есть, недолго на самом деле, да? Но, тем не менее, они видят эффект. Они видят эффект, у них идет большая запись надолго вперед, люди интересуются этой всей историей, приходят, то есть, пользуются спросом. Это клиника памяти. Только пока в Москве или где-то еще в регионах появились подобные? Или будут появляться? Не могу сказать, но данное направление обороты набирает в том плане, что все чаще все-таки люди стали обращаться за помощью. Это набирает популярность такое движение, да, забота о своем здоровье в том числе. Ну, хоть психиатров по-прежнему и боятся, но все равно все-таки обращаются чаще, чем раньше. Все ли желающие могут попасть вот в эту клинику, там, на реабилитацию? Как будет вообще осуществляться прием людей? Кому будете отдавать предпочтения? Людям пожилым или, наоборот, молодым, которые вот-вот только столкнулись с тем, что, ну, вот, как вы говорили, только-только заметили в себе какие-то изменения? У нас есть строгие показания и строгие противопоказания для лечения в нашем отделении. То есть показания у нас – это легкие и средние когнитивные нарушения, то есть это все люди, которые обладают, ну, вот такими нарушениями памяти, когнитивными нарушениями. А противопоказания – это эпилептические припадки в анамнезе, это нарушение держания мочи и кала. То есть это строгие противопоказания, потому что человек все-таки должен быть сохранный, он должен мочь ухаживать за собой самостоятельно, потому что подразумевается формат дневного стационара, естественно, это ежедневные посещения, проехаться на транспорте, нас найти, выполнять наши рекомендации. Поэтому, скажем так, такого рода как бы школа, да? Или это нельзя назвать? Или это вот прям дневной стационар с какими-то таблетками, с капельницами? Как будет происходить процесс вот этой реабилитации? И все же я не услышала даже ответ, да, на свой вопрос. Для пожилых людей больше или для более молодых? Вот, я начала и говорить, что у нас есть вот эти показания и противопоказания. Здесь не будет роль играть возраст, то есть будут осмотрены все обратившиеся, это в любом случае. То есть все, кто захочет, всех вы посмотрите и дадите каждому какой-то совет? Если будут показания, то мы берем, включаем человека в программу. Если есть какие-то противопоказания, то мы дадим рекомендации, как дальше обращаться со своим состоянием, заболеванием, как скорректировать, может быть, на дому, допустим, вот эти иммунистические нарушения. Но осмотрены будут все. И если выявляются показания, то, естественно, мы такого человека включаем в нашу программу. То есть не будет такого, что пожилые в приоритете, молодые в приоритете, нет. Все-таки сейчас Министерство здравоохранения своим приоритетом, да, скажем так, видит сохранение здоровья, ну, всех все-таки людей, да. И даже если это пожилой человек, мы нацелены на то, чтобы его качество жизни улучшить, его продолжительность активной жизни продлить. Поэтому здесь, конечно, приоритета какого-то отдельного по возрасту, по статусу, ничего такого не будет. Только показания и противопоказания. Ну и процесс реабилитации как будет происходить? Вообще реабилитационная программа рассчитана на 6 недель. Первая и последняя неделя – это диагностические. То есть мы в начале и в конце оцениваем состояние памяти человека, состояние вот когнитивных функций. Это проводится путем беседы, наблюдения и тестирования непосредственно. Есть специальные шкалы для того, чтобы можно было более объективно оценить. И со второй по пятую неделю – это активные реабилитационные мероприятия. Совокупность будет консультаций и психиатр, и психотерапевт, и психолог. То есть это такой бригадный метод, как сейчас можно говорить, когда не кто-то один ведет пациента от начала до конца, но мы все в совокупности с разных сторон подходим к терапии. Это как? Это вот отдельно каждому? Или это какие-то групповые занятия будут? Как это будет происходить? Естественно, первая и последняя консультация психиатра – это будет в индивидуальном порядке, потому что врачебную тайну никто не отменял. А все остальные реабилитационные мероприятия будут проводиться в групповом формате. То есть занятия с психологом, с психотерапевтом – это, конечно, групповой формат. Это лекции, да? Или что это? Как это? Просто общение какое-то с людьми? Это перечень упражнений и заданий, которые наши пациенты будут выполнять под нашим руководством. Мы будем корректировать. Ну и, конечно, это формат бесед тоже. То есть мы не исключаем это. А вот медикаментозная история будет? Ну там, не знаю, таблетки и какие-то капельницы? При наличии показаний. Тоже такое возможно? Конечно. То есть амнистическим нарушениям, как я уже сказала, могут сопутствовать и любые другие нарушения. Да, там аффективные, например. То есть у человека начинается какое-то тревожно-депрессивное состояние. Я, как психиатр, должна буду это скорректировать медикаментозно, но это не является противопоказанием к реабилитационным мероприятиям. Поэтому это все будет в целокупности и параллельно протекать. Лена, можно память восстановить? Ну, скажем так, ну вот до нормального состояния, скажем. Или вы не будете брать таких людей, в которых прям все идеально, и просто они вышли у вас, и нет никаких проблем? Ну, здесь сложно ответить. То есть в зависимости от причин нарушений памяти, здесь будет определяться и реабилитационный прогноз тоже в индивидуальном порядке. Кому-то можно будет восстановить эти функции, кому-то, ну, может быть, скорректировать, как-то улучшить, но полностью до нормального состояния нельзя будет восстановить. Это все очень сугубо индивидуальная история. Но, тем не менее, мы будем делать все возможное, и всех обратившихся мы будем осматривать, реабилитировать, и все-таки... Группы большие? 6-8 человек. Это сделано для того, чтобы каждый пациент получил свою долю внимания, да, и каждый проходил вот эти реабилитационные мероприятия в полном объеме. Ну, если 30 человек, конечно, это сложно, наверное, будет сделать. Невозможно практически, да. Вот смотрите, допустим, сейчас нас смотрят люди, у которых есть какие-то небольшие расстройства памяти. Есть ли какие-то упражнения, вот которые вы сейчас нам можете сказать, там, не знаю, в одном предложении буквально, которые они могут дома поделать, и чтобы процесс вот этого расстройства немножечко остановить? Я всегда говорю о том, что наш мозг любит тяжелые задачки. И чем труднее задачки, тем эффективнее он работает. Если человек, допустим, в течение всего дня, ну, работа у него такая, да, он занят цифрами, числами, подсчетами. Ну, или как мы, журналисты, да, пишем что-то. Или так, да. То мы приходим домой и переключаемся на другую деятельность. Мозг любит новые задачи, он любит сталкиваться с чем-то неизведанным и вот эти головоломки решать. Это полезно не только для памяти, но и, в принципе, для общего самочувствия человека. Поэтому, если все-таки сидячая работа, то мы переключаемся на спорт, танцы, рисование, музыку, ну, то есть все, что угодно, что будет задействовать новые какие-то зоны мозга. А если наоборот, физически активен человек, то он приходит домой и что? Гадает кроссворды и судоку. А вот, кстати, кроссворды всегда говорили, что это прям история с тем, что память можно нормально поддерживать, да? Ну, не то, чтобы поддерживать, но это зарядка для мозгов, и это никогда не повредит. Процесс реабилитации получается 6 недель, да, будет? После завершения вот этого курса вы будете отслеживать дальше состояние тех людей, которые прошли или нет, не планируется? Ну, мы рекомендуем, чтобы все-таки курсы вот эти проходились раз в год, либо два раза в год, да, то есть это наиболее эффективный вариант будет. По поводу отслеживания дальнейшей судьбы, нет, это не планируется, потому что все-таки пациенты наши сохранные, да, легкие, умеренные, когнитивные снижения нарушения, это не такая большая трагедия. Если у человека что-то изменится в состоянии, он к нам вновь обратится и вновь будет осмотрен врачом. Почему я об этом говорю? А вот эта система наша, клиника памяти, она будет строго конфиденциальная. Ну, потому что не каждый пойдет, да, вот как не приходят же с расстройством памяти и говорят, боятся, не дай бог, там кто-то узнает, что вот у меня что-то не в порядке. Да, конечно, люди очень боятся огласки какой-то. Тем более в психиатрическую больницу. Конечно, и мы, наши сведения о том, что человек прошел у нас лечение вот в этой клинике памяти, только про клинику памяти речи, в других отделениях другая система, мы их не будем передавать никуда, в том числе в амбулаторию тоже. То есть это абсолютно закрытая система, мы сами пациента приняли, сами с ним провели вот эти реабилитационные лечебные мероприятия, сами мы историю болезни закрыли и убрали в свой архив. То есть у нас даже архивы с больницей пересекаться не будут, это все строго конфиденциальная история. Ну, конечно, это сделано и для того, чтобы люди обращались, не боялись, но другая сторона медали, что мы не сможем отслеживать судьбу их, да, то есть обратился человек на луговую, потом не обратился, продолжил он лечение, нет. Мы будем выдавать рекомендации и здесь уже как бы все по желанию самого пациента. Клиника, по-моему, в апреле должна начать работу, да, а записываться можно уже сейчас, как это сделать? У нас есть номер телефона, который мы предоставляем во всех... Это на сайте можно найти или где номер? Да, у нас ведется социальная сеть нашей больницы, и там наш корреспондент выкладывает этот номер телефона, ну и в интернете, в принципе, тоже можно найти по запросу клиника памяти вот этот номер телефона. Уже записываете людей? Уже, да, да. А если будет очень много желающих, как вы их будете как-то делить или... Ну это же не разовая акция, вот клиника памяти, это каждый год теперь будет, да, ну то есть в течение года, потом следующий год? Конечно, это работа обычного дневного стационара, то есть мы набираем свои койки, да, количество пациентов, которых мы можем принять, остальные мы просто, остальных людей переносим в лист ожидания, и по окончании вот этих реабилитационных мероприятий с предыдущими группами мы вновь обзваниваем новых потенциальных пациентов и приглашаем к нам. Ну все, спасибо. Я надеюсь, что те, кто нас сейчас посмотрел и вдруг есть расстройство памяти, они обязательно к вам обратятся и ситуация поменяется. А я напомню, что сегодня мы говорили заведующим отделением больницы Эрдмана, врачом-психиатром-психотерапевтом Еленой Старенковой.